О, пастериновый мультфильм! Ребята, вы ждали, а оно и пришло. Майни, вновь с вами. Всем привет, и сегодня у нас реакция на видео с канала Мистери Форс. Это жуткие мультфильмы, миллиард лет их не было, 31 выпуск. Он так и написал, давно такого не было, поэтому надо смотреть. Всем привет, с вами я, Дима, и наконец-то вы долго ждали, вы просили, обзывали. Китайцы? Спасибо. Ну, короче, требовали жуткие мультфильмы. Я сам, честно говоря, обалдел. Четыре месяца у меня, их не было почти шесть, а напомню, шесть это полгода. Солидно такой срок мог бы быть, в общем, но я решил его не дожидаться. Потому сегодня мы, как в старые добрые времена, посмотрим пару анимаций, которые заставят не только задуматься, но и самое главное, ужаснуться. Ну, вы знаете, мне тоже ужасает то, что вот, я смотрю, многие смотрят мои ролики до конца, но не подписываются. А вот как я могу набрать миллион подписчиков? Как может автор покушать, если вы не подписываете на меня? А как Мистери Форс может радоваться и делать новые жуткие мультфильмы, если вы на него не подписываете? Поэтому подписывайтесь, автор покушает, и миллион добьем. За ваше здоровье. Начну я с менее страшного «Любовь, смерть и роботы». Сериал по анимациям, который никак не связан друг с другом, порой даже не связан ни с любовью, ни со смертью, ни с роботами. В общем, если помните, о некоторых сериях я уже вам рассказывал, но это был первый сезон, это был год назад примерно, а не так давно вышел второй, и в нем я хотел бы разобрать сперва лишь одну серию «Звездный отряд». Что ж там жуткого? Оу, будет интересно. Он что-то вроде охотника за головами, вроде Геральта, который охотится на чудища, вот только чудищами в мире Брикса являются обычные дети. Мы просто пытаемся жить, они же просто дети. Сами дети не понимают, что происходит, они напуганы, однако мать, которую минутой ранее увидят, и гадуется в охучестве. Ой, извиняюсь. Взрослый мир устроен так, что детям нет в нем места. Серьезно? А как взрослым становиться? Жесть, вот это жесть. Следом нам показывают оперное выступление девушки по имени Элис. На него как гость пришел, собственно, детектив, и если судить по их общению, они... А он его «Ведьмаком» назвал. «Ведьмак» так не поступал. Не трогайте. Мне хоть бы давно знакомы. Брикс говорит, дескать, не будь он бессмертен, он бы на ней женился, а она же в свою очередь говорит, что ее прихатить бы ему себя позволило, если бы не та же бессмертность. Но что за бессмертность? Серия в целом, она дает ответы, позволяет понять, как тут все устроено, но подробнее это все все-таки расписано в книге. Нет, не в «Дивном новом мире», а в одноименном рассказе от Паула Бачигадупи. Если кратко, в этом будущем каждый получает омоложение, и по сути живет вечно. Но в то же время, все равно есть возможность сдохнуть. Просто не от естественных болезней. Поэтому полным бессмертием это назвать трудно. И, короче, людей не перепроизводят, их память не загружает куда-то на сервер. Прям некий киберпан. Но даже не это самое интересное, интересно другое. Почему? Поэтому, наверное, детей нельзя. Типа, чтобы не было при населении, наверное, в этом плане. В этом мире нет места детям. И дело все в том, что когда человечество разработало лекарство от смерти, они столкнулись с другими проблемами. С переизбытком популяции, вместе с тем с разорением природных ресурсов, связанных с климатическими изменениями. То есть, получается, что поиск такого казалось... Ну, реально киберпанк, глянь. Только, знаете, какой страшный киберпанк. Еще страшнее, чем могло бы быть. Положительного эффекта для одного человека приводит к проблемам всей планеты. И, согласитесь, выглядит такая антиутопия жутковат. Ну и возвращаемся на бал. Что именно тут происходит, на самом деле, так же трудно понять без книги. Но если окунуться в чтиво, мы поймем... Ох, что те мультики, которые, блин, короткие. Но при этом надо книгу прочитать, чтобы сообразить. ...что человечество заботится в первую очередь сохранением и восстановлением природных ресурсов. Явно разрыв общества в благосостоянии показан в серии тут в числе визуальных эффектов, когда мы видим загрязненные облака и то, как над облаками живет элита, а бедняки остаются в дождливых трущобах под грязью. Мария представляет Элис публике и дает в подарок плюшевого динозавра, провозглашая саму Элис как убийцу динозавров. И, как вы могли заметить, такую же игрушку в руках держал ребенок. Для Элис игрушка, естественно, ничего не значит, она забывает ее в машине. А вот детектив, каждый раз смотря на нее, вспоминает того самого ребенка. Обратив на нее внимание, в первый раз у себя в машине... Ну да, все! Травма в 40 год. Или миллион год. ...по адресу, который прописан на Бирге. Это адрес антиквариатного магазина. Брикс заходит внутрь и замечает там молодую девушку с пятном на плече, которая не может быть у нормального человека в их мире. Решив проследить за ней до самого дома, вполне предсказуемо он находит там ребенка. Все хорошо, сядь. Прошу. Брикс обещает ничего не делать с девочкой, лишь задать несколько вопросов. Главное, из которых... Наверное, это одна из немногих семей, которая осталась жить типа по своим старым порядкам. Почему кто-то в этом мире вообще хочет иметь детей? Девушка отвечает, что она не настолько влюблена в себя, что готова жить вечно. Ей уже 218 лет, она видела очень многое, но именно с ребенком для нее будто все в новинку. Я помню все эти мгновения, потому что знаю, что их будет немного. На лице Брикса будто впервые за долгие годы появляется улыбка. Он очарован ребенком, но его бдительность все еще сохранена. Он выхватывает пистолет из рук девушки и приставляет его ту к ней, ту к ребенку. Но все же сдается, выходит с дома, где находит свою напарницу. Она слышит крик ребенка, понимает, что никакого крика бы не было, если бы Брикс был с собой. Потому они на опережение выстреливают друг к другу, а после вместе умирают. Напарница сразу, а Брикс захватывает... Ё-моё, как все жестко, как все жестко, какой кошмар. ...средние гладки жизни, после чего она мертво падает. И кажется, что эпизод банален. Его посыл, дети, пойдем, все давайте дружно рожать, но... Нет, тут посыл совершенно другой. Я считаю, что тут посыл в том, что как бы наша жизнь должна быть, как она... Ну, короче, бессмертие нехорошо. Бессмертие в любом принципе нехорошо. Это порождает кучу новых проблем. То, как мы живем, как бы все должно быть течь своим чередом. Знаете, то есть не зря просто так смерть придумали, да? То есть как бы она не просто так существует. Это тоже как бы часть жизни, последняя часть твоей жизни. Но она есть у всех. Это нормально. Это нормально. Как-то надо ценить жизнь вот эту, которая тебе дается. И когда жизнь становится бесконечной, можно ли ее ценить? Ты думаешь, ну, ладно, она бесконечная, я типа всегда успею. А когда я мало, даже когда ее мало, многие ее не ценят. А так хотя бы хоть кто-то ценит. Так хотя бы не будет таких вещей ужасных. В нем есть, как и в прошлых рассматриваемых мной эпизодах, куча деталей, которые заметит даже не каждый, кто читал книгу. И начнем с омоложения. Процесс омоложения препятствует биологической возможности иметь детей. Лишь лишив себя вечной жизни, ты можешь растить ребенка. Так работает этот мир. Тут также показан сам процесс этого самого вливания бессмертия. Мы видим, как Элис будто под кайфом вкачивает в себя зеленую жидкость. Ее зрачки расширяются, глаза словно наполняются жизнью. Она чувствует себя живее. И вот эта вот самая зеленая жидкость, вот эти зеленые джунгры, зеленый динозавр, который был сначала у ребенка, а потом у Элис. А всем этим создатели будто подчеркивают, как общество копит жизнь и отнимает ее у следующих поколений. В каком-то плане общество остановило время. То есть богатые остаются богатыми, бедные бедными. Короче, если говорить проще, нет никакого развития. А без развития жизнь становится черствой. Все как раз из-за этого бессмертия. Бессмертие – это ничего хорошего. На самом деле, мне кажется, когда-то, мне почему-то кажется, что до этого дойдет то, что появится возможность сделать, ну, не бессмертие, но хотя бы, знаете, такое, очень сильно удлинить жизнь. Вот конкретно, знаете, жить не 70-80 лет, а жить там 300-400 лет. Думаю, может быть, когда-то такое случится. Пересадками органов, хрен его знает. Я не сильно шарю в этом. Но думаю, когда-то это возможно. Потому что раньше люди 20-30 лет еле жили. Поэтому все вполне возможно. Но это ничего хорошего вообще, мне кажется. Мы на тюрьму, где люди застревают в своих жертвах. Довольно, как прикольно. Вау, жить больше, но меньше ценность жизни. Они мертвы, как ваши. Получается, что несмотря на вливание жизни в организм, жизни в этом организме нет. Их глаза мертвы, они уже перестали что-либо чувствовать, ощущать. И лишь тогда, когда Брикс поддается как раз таки чувствам, влюбляется в ребенка и убивает ради него угрозу, акцент кадров снова на глазах. Теперь они на секунду живы и без вещества, которые вливала Элис. Он, наконец, почувствовал что-то новое в своей жизни. И да, кто-то говорит, что этот эпизод что-то вроде противника Child Free. Но, как по мне, серия задевает куда более интересную тему принятия смерти. То есть, с самого начала эпизода мы фокусируемся, опять же, на глазах. Ля, я, конечно, тоже не хочу, например, детей. Но это странно, что-то противника вообще Child Free. Вообще Child Free. Я имею в виду, что как бы я понимаю, когда люди там против... Ну, они хотят сами иметь детей, но когда других заставляют не иметь детей, это вообще уже странно. И это чуть-чуть, алё, кто там. Это как с верой, знаете. То есть, это твое решение, что ты должен навязывать его кому-то другому. Но тут совершенно, мне кажется, другой посыл. И вообще, мне все равно как-то пугает мысль то, что мы считаем, что дети это отстой, дети это ужас. Как бы одно дело не хотеть просто детей, а другое дело прям их ненавидеть. Это не очень хорошо на самом деле. Это правда не очень хорошо. Герои, когда копы, сканируют их красным лучом. И вот если зелёным цветом... Все мы люди, дети тоже люди. То есть, это джунгли, динозавр, вот эта вот жидкость, которая жизнь и олицетворяет. Красный здесь представляет собой систему, предотвращающую развитие. То есть, смерти. То есть, маски с красными глазами, места преступления подсвечены красным. Элис в красном... Хотя, возможно, красный просто... И всё, поэтому не надо тут что-то додумывать. Ну, давайте для красоты теории обозначим её вот чем-то плохим. В общем, суть эпизода в том, что нужно проживать жизнью, не боясь умереть. Ведь, как говорил Стив Джобс, смерть это лучшее изобретение жизни. Но не буду в край опускаться там в философию. Я знаю, что вы тут что-то реально жутко ждёте. Так что... Краткометражка испанского происхождения. О, пастериновый мультфильм! Ребята, вы ждали, а оно и пришло. Пастериновый мультфильм, истории, пронизывающие музыки и... В сцену. Всё, как вы любите. Тем более, он даже шарит. И анимация, не дожидаясь какого-то момента, погружает нас в мир серости, разрухи и голода. Собаки едят друг друга, города напоминают давно забытую пустошь, а люди прячутся по подвалам заброшенных домов. Как и наш главный герой, который пугается бездомного бешеного пса и вместе со своим домашним другом укрывается вглубь, дожидаясь срабатывания капкана и старика, с которым он пребывает в этом самом подвале. Не могу сказать, кто это, но пускай будет его дед. Дед забивает собаку и выбрасывает тело на улицу, где его подбирают и доедают другие бездомные. Эти условия, они, видимо, по всему миру... Вот это милота! Милые анимации подъехали. То есть, я про бездомных собак, и они не позволяют выходить наружу. Можно опасаться милотой. Потому дед и внук проживают каждый свой день в подвале, выставив ловушки у дома и оборудовав птицеферму на крыше. К слову, уже к этому моменту становится очевидно, что малец боится насилия. Это видно было по осуждению деда в момент забива раненой собаки, а также в моменте на крыше, когда он запускает внука в клетку, чтобы тот самостоятельно свернул голубю шею. Однако, тот пугается первых же взмахов крыльев и случайно толкает деда с крыши. Тот падает на землю, но задевает веревку, с помощью которой ребенок пытается затащить его обратно. Однако, становится слишком поздно. В последние секунды он лишь замечает, что помимо собак была и самка человека, внешний ветк которой наполовину перемешан с собакой. Она убегает за свои стаи, а малец остается один, лишь пушистый друг и два яйца от птиц, которые все разлетелись при открытии клетки. Вечером он кладет два яичка в укромное место для рождения птенцов и достает остатки пищи, как вдруг внезапно в дверь кто-то стучит. По дверью оказывается та самая девочка. Она принесла ключ с шеи деда. Паренек понимает, что это необычная собака, которых они большую часть времени опасаются. Это существо похоже на него, поэтому он решает открыть дверь. Девочка входит в дом, пес на нее лает и напряжение только нарастает. В этот момент я вообще думал, что она либо загрузит пса, либо пацан ударит пса, но... Сейчас что-то произойдет опасно. Но все куда более шокирующе. Самка подходит так к пацану. И она съедает пацана. Все ближе, он падает на пол и она наклоняется к нему между ног, после чего забирается на него и доводит до потери сознания. Вот. Очнувшись, он замечает открытую дверь и... Что? Что? Лай собака. Быстро поднявшись, он закрывает ее и обнаруживает в подвале животных. Своего друга и бездомную, попавшую в ловушку. Теперь позаботится о себе и своем друге он должен самостоятельно, потому он берет палку с гвоздями и забивает свою первую жертву. Со слезами на глазах он ложится на землю и через время снова засыпает. После нам показывают голод мальчика, он просыпается с головокружением и видит, как его пес доедает останки себе подобного. Рядом с собой пацан находит филе, которое, недолго думая, решает схавать. Новый день и снова голод. О, как мне это комментировать! Ммм, мне очень приятно! Ням-ням-ням-ням, как вкусно! Вот так мне это комментировать! На яйца на чудо уже не стоит, так как яйца были разбиты, либо съедены той самой девочкой. Потому мальчуган решает соорудить ловушку с крыши, то есть подкрепить капкан и спустить на землю. Получилось не с первого раза, одна из собак от собственного веса оторвалась от лапы, но все же бывали уловы и получше. Так прошел не один день, возможно, не один месяц. Мальчик со своим верным псом жили друг с другом на уже проверенном рецепте, пока в своем улове они не находят ту самую девочку. По всей видимости, пес уже привык видеть в каждом улове пищу, потому он бросается и на нее. Но пацан забирает и отволакивает свою бабу. Это, знаете, что мне напоминает? Стена Мария, вроде бы, в атаке Титанов, там, где они тоже придумали штуку, которая просто сверху бьет их. И такие, а, нормально, мы их так перебьем всех. И да, как вы заметили, приперлась она с пивным животом. Внезапно... Блин, снова напылась и пришла пьяна. Пес прорывается в комнату и набрасывается на девочку. И тут я, на самом деле, не совсем понимаю пацана. Да, это как бы его баба. Он, так сказать, налил ее и пиваса. Но зачем было брать и убивать своего друга, когда ее тело и так уже бездыханное? Как бы то ни было, в любом случае, главный герой остается не один. Он получает на руки своего ребенка. Пивас. Он попадает не в самый светлый мир. Я не знаю, какая тут мораль, но, честно, я проникся, когда это смотрел. То есть, меня завлекло. Хотя, некоторые моменты я бы, наверное, все-таки предпочел не видеть. Есть для этого другие ресурсы, так сказать. Ладно, надеюсь, вам понравилось. Если хотите, кстати, марафон по жутким мультам, то я его сделаю. Напылась она, напылась она, напылась она, ну, бывает. Вот три ролика подряд по жутким мультфильмам. Если в Телеграме будет 10 тысяч подписчиков, ссылка будет. Ну, кстати, у меня тоже Телеграм есть, можете подписаться на мой Телеграм. Если там будет миллиард подписчиков, то я буду счастлив. Просто счастлив, понимаете? Вот такие вот дела. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Приходите, подписывайтесь на канал Мистери Форс. Все, как мы любим. Все, как мы любим. Жуткие мультфильмы. Пу-пу-пу. Страшно-пизяшно. Как надо. Ждем следующих частей, да? Ждем. А так что? Всем удачки. Всем пока. Не забывайте подписываться на меня и Мистери Форс. Пау. Субтитры сделал DimaTorzok